Всем привет, это Бостон. Скоро заканчивается 21 сезон в Mobile Legends. Наградой для тех, кто поднялся выше элиты, станет новый облик на Горда. А скином за первое пополнение будет новый облик на Фани. Его можно будет получить за 50 алмазов, если пополнить баланс алмазов в новом сезоне. Сам сезон заканчивается примерно 25 сентября. Да уж, новый сезон пришел так же внезапно, как и начало учебного года. А еще недавно произошла неприятная история с моим братом, который учится на четвертом курсе в универе. Ровно под начало учебного года сломался комп. А так как сейчас без компа или ноутбука в университете вообще никак, начали искать возможные варианты решения проблемы. И подумали, а почему бы не заглянуть на Авито? Вдруг кто-то к новому учебному году обновляется, поэтому продает ноут или комп. И буквально через 10 минут нашли подходящую модель, да еще и выгоднее, чем в обычном магазине. На самом деле Авито топовая площадка для покупки и обновления гаджетов по выгодным ценам не только БУ, но и также абсолютно новой техники у проверенных продавцов с кучей отзывов. А рассказываю я эту историю, потому что сейчас можно получить ноутбук от Авито вообще на халяву. В официальном сообществе ВК Авито проводит розыгрыш ноутбуков, поэтому переходи по ссылке в описании, обновляйся с Авито и участвуй в конкурсе. И еще нужно не забыть про события с трансформерами, на котором сегодня появились тикеты для прокрутов. Это вторая волна билетов, а впереди будут еще две кроме этой. Для получения 10 билетов нужно пополнить и потратить в общей сумме 250 алмазов. Потраченные алмазы засчитываются как в самом событии, так и в любом месте в игре. Тикеты можно будет получить всего лишь в течение трех дней. Кстати, если полученные тикеты не тратить в текущей фазе, то они перенесутся на следующую. Это может пригодиться, чтобы с большим шансом получить нужные части трансформеров. Но в принципе, как я уже говорил, и без этого, если получать тикеты во всех фазах, в конце можно будет собрать одного из трех трансформеров. Вот, например, прокруты на аккаунте, где мы только пополняем алмазы ради тикетов. Из трансформеров мы здесь будем собирать бамблби. В первых 20 прокрутах нам выпала одна часть бамблби. А сегодня выпало еще две части бамблби и одна часть мегатрона. Мегатрона мы, естественно, распылим, а бамблби пригодится. Нам осталось собрать всего три части бамблби. А у нас будет еще 24 прокрута. В среднем за 12 прокрутов падает 2-3 рандомные части трансформеров. Будем считать, что нам не повезет и выпадет 5 вообще ненужных частей. В этом случае при распылении 5 частей и собрав награды за 50 прокрутов, мы получим еще 307 спреев. Итого у нас их будет 470. Ящик для обмена части трансформера стоит всего 120. Соответственно, даже если нам очень сильно не повезет с выпадением частей трансформеров, нам должно хватить спреев на обмен 4 частей. Если 10 спреев, добить в младшем событии. Не хватит лишь в том случае, если нам выпадет только одна часть нужного трансформера. Но я думаю, за 56 прокрутов, чтобы выпала только одна часть какого-то трансформера, это практически нереально. Так что будет вполне достаточно просто прокрутов по билетам. Переходим к инфоблоку. Изображение нового героя. Новая статуя Навейла. По слухам, на него готовится звездник. Изображение скина на Люнокс. Концепт ревампа скина Лейлы. Роза и пулемет. Концепты нового скина на шахматного командира Рио. Концепты визуала. Ульты нового эпического скина на Хаебусу. Новые рамки Аватара. Изображение легендарного скина Навалира. Скорее всего, его можно будет получить в обновленном колесе удачи. И обзор событий, посвященных пятилетию игры. Совсем скоро Mobile Legends начнутся ивенты, посвященные пятилетию игры. А значит, нас ждет много интересных плюшек. Итак, поехали смотреть. С 10 по 21 сентября, чтобы получить нового саппорта Флорин бесплатно, нужно будет 6 дней ежедневно заходить в игру. Мы будем накапливать баллы с заходы и сможем обменять их на токен для получения героя. Его можно будет обменять с 22 сентября по 15 октября. Также за предрегистрацию можно будет получить скин на Тамуза. Но большинство игроков его уже получили в прошлый раз. С 21 сентября по 15 октября начнется ивент с заданиями и обменом. В ивенте можно будет получить бесплатно новый скин на Мию, рамку к ивенту, эмоцию, эффект возвращения и другие награды. С 25 сентября по 15 октября начнется новый круг ностальгии. Скины, кстати, вполне неплохие. Классические скины на Лукарда, Селену, Хелкарта и Лапу-Лапу. А элитки будут на Нану, Ван-Ван, Чу и Ло-И. С 25 сентября начнется ивент «Позови друга обратно в игру». В подарок за приглашение заявлен скин на Пакита. А также будет шанс выиграть алмазы и скин на Лапу-Лапу. С 27 сентября по 15 октября станет доступен режим хаоса. А с 1 по 15 октября обновленный режим боя. В нем появится два новых бафа. Баф Краба, который будет давать щиты золота. И баф Лечения, которое будет лечить тебя и ближайших союзников. Баф Краба, который будет лечить тебя и ближайших союзников. С 9 октября по 15 режим зеркала. То есть с 7 по 15 октября будет единовременно доступны сразу 7 режимов. Включая ЧСТД, Зеркальный хаос и Выживание Нексус. По крайней мере так заявлено в анонсе. Со 2 по 3 октября в событии СМИ будут особые задания с наградами. А также со 2 по 4 будут доступны все герои. С 9 по 15 октября, если заходить в игру ежедневно, ты сможешь выбрать одного из 4 героев из спешл сундука. Герои на выбор Валир, Бартс, Броуди и Атлас. Скин на Сильвану пока без даты релиза. Но после выхода будет доступен бесплатно только тем игрокам, у которых максимальный кредитный рейтинг в игре. То есть тем, кто не нарушает правила игры. А как только кредит на очки снизится, скин будет больше не доступен до тех пор, пока они не будут восстановлены. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока.